Когда я думаю об Эльзе, мне всегда вспоминаются две вещи. Колонки Микролаб и ее потрясающая воля к жизни. Год назад я увидел на Авито, что кто-то в 10 минутах езды на машине от меня продает за копейки студийные мониторы. Так колонки называют по-крутому. Не раздумывая, я сразу поехал их забирать и впервые увидел Эльзу. Не знаю, что меня больше всего в ней зацепило. То ли ее история, то ли ее сила воли. А может быть она мне просто чем-то внешне напомнила мою бывшую жену, которую я безумно любил. Эльзе вырезали опухоль из легкого. Фактически она живет на одном легком уже два года. Она смогла продержаться целых два года благодаря помощи поклонников ее музыки, знакомых их знакомых и вообще людей, которые ее никогда не видели. Ей помогали те, ради кого она жила. Когда я слушал все это, я поражался. Мне, режиссеру, более-менее здоровому-то в Москве практически постоянно приходится жить от заказа к заказу, залезать в кредиты и в итоге все это надоедает так, что приходит мысль покончить с собой. А она два года одна вот так вот борется и пытается долечиться, чтобы начать снова работать и писать музыку. Однако сейчас случилось то, чего никто не ждал. В остатки скромственного легкого залезла инфекция, и Эльза схватила тяжелейшую пневмонию. Лечение в этот раз оказалось супер дорогим, и если она просто попросит помочь друзей по словам в фейсбуке, это не поможет. Я решил помочь тем, что я умею делать хорошо. Снять этот ролик. Мы все с вами понимаем, что в наше время найти помощь для маленького ребенка или красивого котика намного проще, чем женщине средних лет. Лично я в глубине души верю, что далеко-далеко в Гималаях до сих пор водятся драконы. А совсем недалеко, иногда вот прямо совсем рядом, случаются чудеса. Помогите Эльзе. Пусть у нее случится чудо. Субтитры создавал DimaTorzok